Ребят, вот продолжаем с того видео. Вот здесь я... Создание это неправильно. Создание, всё это мы уже проходили. То есть, то, кто пришёл в школу, это будет всё с нуля изучать, да, в разных вещах. Теперь сразу скажу о методе обучения джанга. И ещё, поймите, другого пути нету. Пройдено. Человек, сколько было, вот я говорил, человек писал курсовую, но пришёл изучать. Другой парень, и не один пишет. Вот я взял там книгу, прочитал джанга 1.11, но так вроде пишу, а понимать не понимаю. Здесь две собаки зарыто. Первая. Вот здесь на сайте есть, как правильно изучать джанга, другие методики не работают. По одной простой причине, я поясню. У джанга есть ядро. Оно не меняется, не в версии. 1, вот было 1.5, 1.7, 1.8, 2, в 3 не поменяется. Оно никогда не поменяется. Это ядро, оно одинаковое. И, проходя уроки, потому что зачастую слышу, бывает, человек не понимает, говорит, ой, так зачем мне джанга 1.7 проходить? А при чём мне джанга 1.7? Тут ты пишешь первый сайт. Здесь, в плане 3, допустим, джанга 1.8. Там... Нет, в плане 2, по-моему. Ситинг, сжатие... Не то хотел сказать. Ещё секунду. А, ну, допустим, мы знакомимся с кирюсет, да? Выполнением запросов. Ордер бай, сортировка, фильтрация, практика и так далее. Понимаем принцип. Если мы открываем джанга 2, то кирюсет, тот же принцип будет и в джанга 2. Только методов больше стало. Но принцип один и тот же. То есть не имеет значения. И школа так от версии к версии. А, допустим, выборка была на проты 65.net, где основное было, да? Там, когда джанга мы изучали, там в 1.6 мы проходили создание шаблонов темплей, да? Там работа с шаблонами, и в джанга 2 это то же самое. Понимаете? Но вот что вы... Почему это важно? А потому что у джанга такая политика, что они постоянно изменяют то, местоположение библиотек, то типы данных. И просто так, если вы изучали, пусть у вас на это уйдет, ну, на 2 месяца больше, с разных версий, то вы начинаете привыкать к таким вещам, как файлы настроек, да? Ну, вот это я закрою, другое открою, что-то у меня... Старый сайт открою. Вы начинаете, начинаете разбираться с файлом настроек. За эти годы накоплено довольно много кодов. И человек, который изучил, допустим, только версию 1.11, а сейчас вообще засада только 2, там поменялись URL, поменялся файл настроек, и человек, если ему надо какое-то решение, находит библиотеку, у него затык, паника. Он не знает, что делать, ступор. А на самом деле, если бы он слушал меня, проходил от версии к версии, то ему понадобилось 2 минуты. Еще один выход. Вот библиотеку скачал, она для старой версии Жанга. От ума много надо URL поменять и функцию подправить. А-а-а, в том-то и дело. Поэтому, ребят, давайте быть профессионалами. Поэтому есть один способ изучать. Изучать от старых к 0, там и сейчас проходит в Жанга 2. Но я рекомендую, вот сейчас, допустим, актуальная версия 2. Проходите 1.6, то же самое делаете на двойке. И смотрите разницу. Да, покопаетесь, но будете писать. Реально писать. Ладно. Маленькое отступление сделал, да? Поехали дальше. Так вот. В том, с чем связано, мы разобрались на входе, да? А теперь наработка основных конструкций. То есть здесь использование. Я неправильно выразил. Что я предполагаю. То есть, во-первых, давайте мы добавим, куда мы идем. Профи. То есть, вы знаете, занимаясь обучением много лет, изучая язык уже более 9 лет, 10 будет в этом году, я понял, что пора же школу выводить уже профессионалы. То есть, да, в школе вот с 17-го года я вот здесь в ВКонтакте дал статьи, да? Ну вот, новости, да? То один парень, допустим, там писал сайт проценка, да, Саша, пришел, вот он знал PHP, а за три недели разобрался, и этот сайт ныне работает для медкомиссии. Другой парень, значит, с Москвы продавал телефоны, сегодня работает банк. И так много-много. Сергей Асач, который начал писать на двух языках, появился новый парень. Дмитрий Нах, вот на основе его я сейчас покажу, Сергея и его, как надо изучать Жанга, как я рекомендую, вот как мы с ним разбирали, да? Потом, не так давно был, пришел Олжас Бегжанов, все, тишина, 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 бац, бац, недавно меня порадовало, очень сильно. Так, сейчас, секунду, ребят, извините, отвлекусь. Так, извините, извините, время. Вот я рассказывал про курсы, но это же уже все промотается, поэтому я и хочу. А, ну вот, не так давно пришел и сделал сайт, да? Вот неплохо, да? Согласитесь? Если эти сайты с первых шагов, то что будет потом? Он уже пишет там для полиграфии сайт, то есть человек уже тоже работает, получается, да? Круто, молодец. Так. А что я хотел сказать? А, все, ребят, все, не отвлекаюсь, но просто, видите, приходит, это, мне кажется, важно. Так вот, курс, что с чем связано, то есть то, что вот задавал вопрос Эдуард, да? Чтобы не было, было четкое понимание, да, где что связано, как шаблоны связаны, как шаблоны с представлениями связаны. Мы сейчас это немножко разберем, а потом в коде, да? Наработка основных конструкций. Так вот, я говорю, что наработка основных конструкций, ой, старый сайт, страшно смотреть, боже мой, как мне... Вот, запомните, одно из тех, что когда вы будете программистом, не корите себя. Год будет проходить, а вы будете смотреть на код и говорить, неужели это я писал? Это нормально, это стресс, к этому надо привыкнуть, потому что... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, неужели это я писал? Но, помните, рядом с вами новички, и для них это код, классный код, а для вас он будет... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но тем не менее, начнем мы с простого кода. Наша задача будет на втором этапе наработать конструкции, то есть целостность. И я хочу, чтобы вы набирали код, не думая, пошли руки бегать по клавиатуре, а все считывалось. На этом этапе надо застрять. То есть что подразумевает этот этап? Четкое понимание. Вот у нас модель. То есть у вас в голове должно отлетать. Что можно в модели? Первое. Создание полей. Бац. Второе. Создание мета. Что такое мета? Вот. Только задумались. Все. Плохо. Плохо, ребят. А надо четко понимать. Это работа. Это в мета мы говорим, а что делать в базе данных. Допустим, другая сортировка. Как назвать приложение. То есть прямая работа в мета с базой данных. И это должно считываться моментально. А мы с вами попишем. Дальше. Модель имеет методы. Правильно. Вот здесь читаемый текст. То есть какой-то. И дальше. То есть у вас должна в голове быть четкая конструкция. Это относится к пункту, кстати. Давайте. Не понимаем структуры внутри основных частей. Да. В данном случае мы рассматриваем модель. То есть. А на самом деле. Вот на этом я решил еще заострить сам курс. Почему? Потому что. Да. Это невозможно было ранее. Потому что надо было объяснять. Да. Вот как здесь. То есть как это делается. Для новичков много материала. А теперь давайте вытягивать на востребованного программиста. Но. Для этого я и решил. Что мы с вами берем доки. И будем работать по докам. Будем. Просто. Вот есть очень много вещей. Очень много вещей. Стандартных. Которые применяются часто. Ну. Например. Поля модели. Там. Поля модели. Методы. Да. Но. После этого курса у вас должно еще больше укорениться. Если есть модель в голове. Собираем. Вот сейчас сидим. Кто более опытный. Да. Кто новичок. Просто слушаем. И потом все равно проходим. Сначала урока в школе. Да. В модели можно. Первое. Мета. То есть. Создание полей. Для чего? Для того. Чтобы. Хранить информацию в базах данных. Поля у нас разные. То есть. Вы должны уже считывать. Чарт, филд, дата, таймфилд. Это малое текстовое поле. Заголовок, грубо говоря. Будет 200 символов. Так и так. Дальше поехали. И так далее. И так далее. Второе. Мета. Я указываю метод. Ну. Допустим. Я хочу по-другому назвать таблицу. Я хочу поменять сортировку. То есть. И у вас это не должно вызывать никаких тормозов. То есть. На автомате. Ага. Давайте сортировку от первой к последней. Выведем пять записей. Вот это я хочу наработать на втором этапе. И методы. То есть. Вот это изначально в голове быть. Вот это часть второго этапа. Да. Или пошли по тем же функциям. Мы серьезно займемся уже все-таки базовив. Часто меня ребята спрашивали. Да. То есть. Здесь пошла и выборка. И все. А ведь. Ведь это тоже работа с моделью. Поэтому. Конечно же. Надо разбирать. Первый шаг. И вот здесь. Эдуард Асанович. Это с чистой пайтом. Поэтому. Твое представление. Что. Не надо пайтом. Это неверно. Но надо. Понимать пайтом. Какой он есть пайтом. Только в одном месте. В представлениях. Во всех остальных местах. Мыслить только как джанго. Это мы и разберем. Спасибо тебе Эдуард. Иными словами. Подводим итог. Вот здесь мы поступим. Таким образом. Использование модели. Использование представлений. Использование темплейт. Использование. Использование. Использование сеттинг. И способ работы. Грубо говоря. Погнали по моделям. Давайте создадим простую модель Потом, например, добавим австрактную модель И так далее, и так далее Добавим какие-то методы То есть, самое то, что наработанное Еще раз говорю, осмысленно В результате вот этого этапа курса У вас должно быть четкое понимание Внутри работа, внутри модели То есть, модель состоит из полей В модели применимы мета-классы Для чего? Для прямой работы с базой данных Модель, так как это Python, поддерживает методы Которые делают те или иные функции Пошли дальше к URL И пишем URL можно сделать так, 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 так Повторили основные конструкции Пошли работать с представлениями Только через доки все делаем И есть здесь одна фишка Главная С представлениями То есть, по сути дела Сначала повторили основные конструкции Вот они есть, рекомендуемые Джанго Ребят, запомните простую истину Не знаете, как делать? Делайте, как рекомендуют Джанго-разработчики Никогда не ошибетесь Почему? Потому что я много способов Видел написание кода Таким способом Мы должны подготовить себя К тому, что я говорю Более сложные вещи А что я... Вот, то есть Вы понимаете, как ответственно Отнестись к этому этапу Надо будет в курсе Не переживайте Так как я переписываю сайт То курс будет идти спокойно Поэтому Все время Которое будет у вас оставаться Делаем Вот так Во-первых Посмотрите в школе Почти нет ни одной рубрики Где бы Сергей Асачи Не оставил сообщения Вот он Смотрю, да То есть И не оставляет Пайтон Вот пишет, да Вот недавно прислал И мне уже рвет Да, мне хочется идти быстрее В Котлин А не могу Надо закончить это Сейчас Сейчас я кое-что найду А, вот Открываем его канал И просто я расскажу Да, вот это он Где-то он тут рассказывает Это запись эмулятора Это без рассказа А, ну вот он Так вот Я к чему Вы сами посмотрите Посмотрите Да, там Эту Запись я тоже там добавил В любом случае Она есть Так вот Сережа Асачи Он мне, по-моему Долго писал в школе Вот Ну Понимаете Вот в Котлин На Андроэ Студии Надо схватить Кстати, есть первые уроки Быстрый старт Да Но не всегда хватается Потом более сложные вещи Да Легко уже хватаются Ну вот писал 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 Разобрался Да Закрыл я его канал Ну да ладно Там что перейдете Есть видео В описании Да, где-то А потом Я посмотрел Почему меня это удивило Да Он Переписал Все на свое приложение То есть Да Сделал свои классы Пошло То есть Понял И пошел Разевать там Класс Вив И так далее Вот понимаете Насколько это круто И насколько у меня Порадовалась душа Да Насколько человек Вот легко Переключается Пайтон Котлин Классно Но будем делать Как еще Дима Наг Делает Да Просто Здесь тоже есть Предыстория Своя Я ее тоже Включу Сейчас Здесь Чтобы вы почитали Это важно Потому что Если вы будете Так заниматься То у вас будет Уровень высочайший Во первых Если нарисовать График роста Дмитрия Наг То он был такой Вот ноль Да Вот так 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 Потом бац Вот так Вот так Да Вот так И погнало Да Все Все поехало И пошло И начало крутиться Так вот Тут есть предыстория На самом деле Один Факт Один факт Приведу От Сергея Осадчева Один факт От Дмитрия Нага Как раз По пути попала Статья Вот то что я говорил О Сергея Осадчева Вот он Погнал дело Да Пошло у него Андроид Программирование И Пошел разбираться Вот я писал Да То есть Смотрите Пошел разбираться С методами Маг и Вив А на самом деле То методов Ребята Если так Посмотреть В Андроид Студия Да То на самом деле Ребята То методов Основных Там раз Два И обчелся Это Настроек Под них Много Что пугает А методов Там с десяток Да Основных А потом пошли Это вот надо понять Всего лишь Да А потом пошли Вокруг этих методов Просто настройки Ну все В визуальном режиме Ну пиши Что сделать Котлину надо Там выбрать Ту или иную Тот или иную Изображение И все Ну что сложного Заниматься надо Так вот Я начал писать На Котлин Быстро Потому что Я знал уже Хорошо Пайт Он работал В GC А он же С нуля Пришел Так есть У него Одна хорошая Черта Это вот Ребятам Как заниматься Да Вот как правильно Изучать Джанго Я рассказал Читаем Давайте Добавлю Тоже сюда Все До кучи Да Все читаете Прорабатываете Капитально Тогда будет Толк с вас А я постараюсь Сделать все Возможное Чтобы вам Помочь И вы Стали программистом Реально В школе Пишут все Так Убрали Вот Вдохновляющие Примеры Ребят Это я тоже Размещу Ну Сами Почитаете Да Тоже Совершенно Реальные Ребята Почему Такой Выбор Смотрите Денис Латып Да Интересный Парень Пришел Начал Заниматься Потом Пропал На полтора Года Вот в этом И плюс И плюс Пожизненного Доступа Что Можно Прийти А вот Через Полтора Полтора Года Пришел И Погнал У него Пошли Программы То есть Все Пошло Я Говорил Что Изучайте Язык Язык Прорастет Ребят Записываем Себе В методику Да Язык Прорастет Надо Просто Писать Код Поэтому Новички Мне К вам Рекомендация Я знаю Как вы будете Делать Вы будете Начать Изучать Пайтон А в голове Будет Крутиться Мысль Когда Я буду Писать На самом Деле Ответ Очень Прост Запомните Надо Слышать Рекомендации Это Раз Второе Сейчас Вам кажется Это водой Но Это Мысль Основная Пишите Код Каждый День Без Строчек Кода Не обходитесь Второе А вот Реальная Вещь Начинается Программирование С того Момента Когда Вы Начинаете Писать Приложения Почему Вам Надо Сделать Свою Работу Следующим Образом Сейчас Я Рассказываю О том Как Писать Смотрите Постройте Ну Очень Много В группе Совета Будьте В группе Постройте Так Дайте Я Сейчас Напишу Помните Я ранее В уроках Говорил Изучение Двух Языков Рекомендовал Посмотреть Видео Это Остается В силе Это Первый Пункт Вы Изучаете Сами Языки У вас В голове Будет Крутиться Мысль Когда Я Начну Писать Приложение Запомните Уже Есть Плюс Если Вы Открываете Джанго И для вас И для вас Например Файли Настроек Где он Файл Настроек Это Словарь То это Уже Неплохо Ведь Вы Знаете Что Это Словарь А раньше Это Было Что Фигурная Скобка Или Как Эдуарду Асановичу Который Говорит Даже Вредно Изучать Язык Или Как Были Вначале Когда Начинал Вести Школу А вы Знаете Я Эту Верхнюю Кавычку Не Поставил Понимаете Ну Это То есть Человек Не Соотносил Это Со Строкой Вот Это Плохо Поэтому Вы Изучаете Язык Первый Этап Что Вы Начинаете Различать Типы Данных Уже Неплохо А дальше Начинаете Просто По сайту Все Подряд Проходить В своем Темпе Так Вот Сергей Асачий Да Я Рассказывал Про Парней Сейчас Хочу Это Дело Завершить Миша Беляковский Который В принципе Прошел Дорогие Курсы А Начал Писать Вскоре Да И Вот Сергей Асачий Да Вот Он У него Есть Одна Интересная Строка Я тут Заметил Да Хотя Многие Наверное Ее Пропускают Когда Я Сказал Вот Есть Люди Которым Говоришь И Вот Они Делают Да Вот Это Первый Успех Почему Вот Сергею Я говорю Вот Делай То-то 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 Он Берет И Делает Вот И Все Он Понимает Что Это Надо И Расширяет И Кроме Этого Делает То-то Ему Интересно Я Ему Сказал Начни Изучать Котлин На тот Момент Когда Валерий Иванович Предложил Изучение Котлин Я уже Начал Изучение Питон И был Где-то Возле Функций А вы Читайте Правда Уже В четвертый Раз Вот Вот Она Вот Она Изюминка Да То Есть Я Заметил Что Делает Осачи Вот Здесь Я вам Когда Показывал Видео Да Пошло Много Времени Он Берет Это Приложение И Крутит 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 Делает Одно Пока В каждом Моменте Не Разберется И Вот И Почитаете Вцепился И В конце Концов Сначала Была Путаница Потом Все уложила Все Сами Почитаете Но Теперь Смотрите Да Я искал Про Дмитрия Нак Дойдем До Джанго Ребят Это важная Веща Потому Что Это То Что Сделает Вас Программистом Быстро Так Где-то Я потерял Свои Зай А Вот Дальше Сейчас Я Приостановлю А Вот Это Запись Вот Еще Один Человек Доказал Себе Что Может Программировать Здесь Есть Целая Предыстория Дмитрий Дак Где-то В 2018 Году Он сам Там Писал В группе Он пришел Я ему Дал задание Как метод Разобрать Киви Да И там Просто Почему Важно Я То Начал Программировать Мобильные Приложения На Котлин Но Киви Я брал Для того Чтобы Понять Буду Я Программировать Или Нет Но На этом Сайте Там Хорошо Вложена Методика ООП Да Которая А Целых Несколько Месяцев Наверное С лета Там Ну Найдете Там В рубрик Когда будете Проходить В любом случае Наткнетеся на это А я пока Суть расскажу Он все это делал За это время Он Чтобы добраться До этого Киви Он прошел ООП Он начал Работать С Киви Потом Перешел Сейчас Джанго И вот У него Поперл Да Но Грубо говоря Второе Для новичков Я говорю Ребята Вот есть Порок Знаний Да То есть Запомните В первое время Вы набираете Этот порок Но вопрос Как набирать Либо Как Дмитрий Вот есть люди Которые Быстро Посмотрели Видео Пошли дальше Пустое К видео Чем Отличается Наша Школа Видео Урок Когда Вы смотрите Вы просто Ловите Суть Но Чтобы Это стало Вашим Вам надо Пропустить Через себя Что Я подразумеваю Пропустить Через себя Пропустить Через себя Это и есть Это и есть Практика Python НОВП То есть К К Видео Урокам Вы начинаете Подключать Вы начинаете Подключать Самостоятельную Работу Если вы По видео Смотрели Что такое Функция И сделали Вы вроде Понимаете Но когда Вот в этом Разделе Вы начинаете Допустим Проделать Домашние Задания Здесь много Да Не важно Что здесь Сачи Проделал Вы Вот то что он Проделал Вы проделываете Сами Но тогда У вас Начинает Формироваться Например Все Надо вам Будет Набирать Показываю Все Разное Действие Со списками То есть Вы начинаете Подключать Свой опыт Ребята Это уже Метод Обучения Это не Книга Действие Со списками Python Во первых На этом этапе Вот я набрал Да У вас Начинает Нарабатываться Правильное Задавание Вопросов Раз Второе Вы начинаете Понимать Что вы Вы Ищите Именно Списки Вы Ищите Списки Ну Пошли Вы Нашли Вы Смотрите Вы Понимаете Что это Тип Данных Что это Список Да Вы Понимаете Что вы Искали Вот сейчас Начинает Работать У вас Опыт Вот он Как раз И запоминает То есть По сути Дело Видео Урок Это был Первый Шаг Второй Шаг Это Вот Эта Работа Третий Шаг Уже Написание Конкретных Приложений На Питон Джанго Котлин С Подробным Разбиранием Что происходит Происходит Это в любом Случае С типами Данных И Здесь Мы Смотрим Вот я В школе Хочу Это вести На полную Вещь Вот Было Первое Что я увидел От Дмитрия К чему он Долго шел В общем Допустим Да Вот Следующее То что вы Должны делать Это Выполнение Домашних Заданий Нет Вы никому Ничего не должны Вы себе Должны Так вот Для себя И делайте Когда Вы Просто Смотрите Или читаете У вас Не происходит Никакого Процесса Вы понимаете Разницу Писали в школе Сочинения Писали Понимаете Подумать О чем Написать Сочинение И написать Его реально Довольно Две Разных Вещи Так вот Пока вы Не начнете Описывать Код Пока вы Не начнете Описывать Код У вас Ничего Не будет То есть Давайте Теперь Продумывать Видеоурок Это Первый Шаг Второе Самостоятельная Работа Да Где В чем Смысл В нашей Школе Самостоятельной Работы Я Собираю То что Есть В основном Второе Вскроют Ваши Слабые Места Я вижу Когда человек Пишет Домашнее Задание Вижу Ага И говорю А вот это Подучи Вот это Вот это Но ребят Вот Сразу Отвечен Вопрос Часто В школу Приходят Люди И Говорят Ой А я хочу Вести Рубрику Ребят Ну какую Нахрен Рубрику Извините Что ругают Кто Не дает Кому Писать Отвечать На домашние Задания Просто Таких Ребят Мало Большинство Ребят Просто Делают Себе Тихонечко И все Но Я Лично Включаюсь Помогать Ребятам Которые На постоянной Основе Выполняют Домашние Задания Зачем Я Это Делаю Для Меня Важная Цель Я Понимаю Что Допустим Дима Ответил Но Это Сообщение Прочитает Много Новичков Школы И Получается Они Тоже Научатся Понимаете Просто Я Не Экстрасенс Я Не Понимаю Чего Вы Там Себе Копаетесь А Так Можно И Вот Смотрите Дима Расписывает Создали Функции С двумя Параметрами Создали То есть Подробное Ничего Не должно Открываться Так Проходить И Вот Покажу Дальше Дальше Он пошел Джонго Форме Вижу Плавает Да Вижу Плавает По сути Дело Ну Грубо говоря Вот так Пишется Он пишет Понимания Нет Вот Когда я Показал Да Вот Пошло Понимание На самом Деле У него Были Все знания Надо Было Просто Направить Так Сейчас Это Вот Мы Переписывались Вот Сначала Он Расписал Да А потом Я Нет Вначале Я Сейчас Я посмотрю Вы поймете О чем Я говорю Наверное Я Удалил Ну Там Видео Есть Да Видео Есть А Вот Я Составил Вопросы Да Теперь Вот Что Нужно Сделать То есть Я Конкретно Разберите Пишите Каждую Строку Что Она Делает То есть По сути Дела Я Объясню Как Я Мыслю Я Состоял Вопросы В три Этапа Сначала Общее Понимание Потом Понимание Строки Каждой И потом Работа Сапи Вот Сейчас Дима Последний Работает Сапи И так Мы Будем Строить Курс Дима Расписывает Ну Почитайте Это Сейчас Не важно Для новичка Потому что Новичок Все равно Для него Это будет Высший Пилотаж Но Он Расписывает И Вот Что Он Пишет Когда Разобрался Я Не то Чтобы Рад Я Очень Самый Супер Рад Потому что Неделю Жонглировал Кусками Кода В потенках Теперь Понимаю Значение Каждой Строки Но Надо Работать Дальше Найти Ошибку Что Редактировать Новость Фото Я Все Домашние Задания Выполнял Сал Я вижу По Описанию И так Далее А вот Потом Мы Я вижу Перешел К третьей Части Сапи Да То есть Здесь В школе Рекомендуется Джупитер Сначала Установил Мкдокс Теперь Ребята Вот это Важный Момент Мкдокс И Маркдаун Вот видите Вот сейчас Я скажу А многие Из вас Это не Сделают Я говорю У вас Начиная Проект Жанга Должен быть Маркдаун По минимуму Да В проекте И мы Это делаем С вами Да То есть Я это Делаю Вместе С вами Да Только Я это Делаю А вы Это делаете Если не делаете Значит Плохо Значит Тормозите Себя То есть Где я пишу Знания Где я пишу Выводы Где я пишу Планы Где я пишу Размышляю Над проектом Все Ведем Документацию Проекта Если вы Это будете Делать То вы Начнете Рассуждать Над кодом Начнете Собирать Себе Свой Багаж Начнете Самые Важные Конструкции Начнете Многое Чего Описывать И у вас Ратится Свой метод Свой стиль Вы будете Легко Но все Начинается С описания Кода И дальше Вот они Рассуждают Ну в конце Концов Я увидел Уже Просвет То есть Грубо говоря Дело Потихоньку Пошло Ура Кое чем Разбавить У кого Сложность С этим Как Работать То есть Жанга Форм А это И есть API То есть Грубо говоря Чем здесь Зазвозка Объясняю Что проще Новичку Вот вы Сейчас Меня поймете Особенно Новички Новичку Проще Делать Вот так Ну Например Да Грубо говоря Написать Функцию А потом Тыкнуть Браузер Страница Открылась Ура Заработала И это Здорово А командная Строка Вот так Вот Руки Ладони Мне Ребят Но ведь Это неправильный Подход Я тоже Так делал Как вы Но это Неправильный Подход А правильный Подход Вот я не зря Говорил С API То есть Смотрите Работая Не важно Что здесь Написано Вы Сам метод Улавливайте Работая С API Да То есть Что такое API Вот есть Django Есть там Работа С моделями С формами И так далее И мы Просто Получаем Без функции Доступ К этой модели Мы будем Работать Но с командной Строки В одну Две строчки Так вот На самом деле Все должно Происходить У вас Как у программиста Не так Как Вот вы Пишите код И вот что-то Происходит Это Телега Впереди Лошади Это Неправильная Вещь А приучивать Надо к тому Что вы Вот извлекли Данные И у вас На основе Этого Родилось Ага А вот так Я напишу Представление И представление Достроилось Вот это Правильно Но API Сами по себе То есть Не столько Жанга Абсолютно С любой Библиотекой Python Можно работать С API То есть В одну Строчку Кода Понять Что происходит Допустим Излечь Данные Из базы Данных Пока просто Запоминайте Это как метод Здесь идет Классная Наработка Вы здесь Понимаете Со временем Поймете Как писать Функции Начнете писать Классные Функции Вы здесь Изучите методы И самое главное Что классно В Jupyter Это все Можно сохранить И себе В проектике Создать папочку И поставить Надо Подсмотрел То есть Начинает Формироваться Плюс Дима Я Надеюсь Что ты смотришь Видео Постарайся еще Описывать В Jupyter Есть комментирование При помощи Мордава Вот комментируй Себе Что происходит Здесь Это важно Потом глянул Потому что Комментирование Ребята Описание Кода Это важно Помните Это Пока Вы не начнете Уверен Комментировать Код А это будет Становить Случай Вы не запомните Язык Потому что Вы понимаете Но не могу Объяснить Это не работает Надо Проговаривать Метод Метод Слышали Проговаривать Прописывать Так Ну что ж Я думаю Пока хватит Так вот Вы увидели Если будете Так делать То все будет нормально Это можно делать В школе И вот на этом Будет построена Новая Школа За сайтом школы Вы можете наблюдать Либо он уже Сделан Значит его здесь Не будет Либо Он еще Не сделан И Просто наблюдать Как он делается Да И как раз Пока я делаю Сайт Пока я делаю Сайт У меня Приходит Много идей Ага Вот это Надо показать Я все это Дописываю Поэтому все Это будет В новом курсе Будем готовить Востребованного Программиста Да Ну все Ребят Давайте перейдем К третьему Видео В конце концов Ради чего Мы Начали Эти серию Видео уроков Ради Джанга Итак Ребят Давайте все таки К концу Подведем Какой-то Итог Ну вы наверное Понимаете Что в школе Бовсыновского Действительно Пишут все Да Я умею Объяснять Это я знаю Просто Да Все банально Просто Мы еще Не рассмотрели Но все таки Кусками Где-то я показал Да Но сейчас Нам надо Более подробно Что в джанга Нельзя Ко всему Джанга Применять Логику Языка Да Теперь Мы с вами Все таки Уже Разобрали вопрос Неправильно Изучаем Показать результаты Да Верные методы АП Рождение Где и что Вот это мы изучаем Но ведь эти же все функции Есть в группе Тот кто в группе Я даю задание Ну Подождите Ребят А кто Мешает делать Здесь уже Никто за вас Не определил Я же сказал Что если вы Тупо посмотрели Видео Побежали дальше А потом решили Там написать Отделаться Одним Двумя сайтами Не получится Хотите стать Профессионалом Крутите Вертите Как Асачи Да Расписывайте Все Асачи Сережа Тоже так Все Вот с него Что-то было Пошло Да То есть Вот эти задания Это эффективная Структура Я Всего лишь Вы понимаете Человек Который Направляет Поставит Вопрос Помочь Новичку Сделать Две вещи Моя задача Во первых Первое Я пишу Видео Чтобы человек Видел картину Что он будет делать Если человек Начинает Выполнять Домашние задания Да Все Одни В любом случае Читают Получают Результат Кто-то Выполняет Получает Еще больше Результат То есть Здесь Моя задача Сформировать Вопросы Эти вопросы Должны Сделать Следующие Действия В голове У Обучаемого Первое Так как вопрос Совершенно конкретный Значит Он получит ответ На то Что делает Та или иная Часть Кода Или бетон Или джанга Второе Абсолютно верно Эти Отвечая На эти вопросы Человек же Язык состоит Так Что много чего Всплывет И Конечно Я посмотрел На то Что всплыло Вижу Ага Здесь Косячат Здесь Косячат Значит Разберись То 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 есть Человек Начинает Расти Если Человек Слушайте Ребят Это важно Сейчас Это не вода Для кого вода Значит Плохо Выключаем Видео И тогда Лучше Уходим Говорим Буршиновский Ты дурак Или там Все Хотя Я хочу Вам Помочь Реально Ребят Смотрите Договорю А вы В свою Очередь Описывайте Как Дмитрий На точку Кода Есть Задание То есть Код При этом Вот Уже Придется Все-таки Сказать Это Хоть Длинное Видео Есть Две Работы С Документацией Сначала Новичок Вообще Ни хрена Не понимает Документации Если Новичок Если Я открываю Джанго Для меня Говорю Это Джанго Да У меня Все Как До Ладони Я Просто Использую Документацию Для того Чтобы Вспомнить Мы Это Тоже С вами Наработаем Подзабыл Нет От Докересет Щелкнул Посмотрел Выбрал Ага Делается Так То Все Погнал Дальше Я Хочу Чтоб Вы Именно Так Быстро Все Делали Забыл Что Хотел Сказать Вот Это Плохо Очень Важно Значит Выключу Видео Подумаю Подождите Секунду Перекурю Надо Вспомнить Потому Что Архи А Все Вспомнил Так Вот Ребят Смотрите Есть Вся Документация В Котлин В Пай Там Да Здесь Командная Строка Она Вся Пишется Одинаково И Принцип Работы Везде Одинаковый Но К нему Надо Прийти И Прийти Через Свой Опыт Поэтому Я Использую В школе Два Метода Вот Это Кстати Понял Михаил Беляковский Который В принципе Это И Описал Я Это У него Увидел У первого Почитаете Его Историю Да Я Отдывал Историю Ребят Михаил Беляковский Он Писал Про Доки Да Вот После Того Как Я Разъяснение Как Ребенка Понял Вот Оно Потому Что Это Важно Программировать Нет Молочей Знать И Знать Где Найти Вот Он Понял Принцип Программирования Если Вы Этот Принцип Поймете Сразу То В Принцип Вы Программистом Станете А Теперь Ребят Вопрос Я Сейчас Буду Ругаться Блядь Если Вы Мне Скажете Что Вы Не Можете Быть Программистом Так Вот Извините Пиздите Себе Но Не Мне Отвечайте На Вопрос Вы Можете Составить Список Магазин Сто Процентов Большинство Ответило Да И Вы Мне Скажете Что Вы Не Можете Быть Программистом Ребят Ваш Мозг От Природа Работает Как Программа Вы Заходите Со Списком Магазин У вас Написано Рыба Глаза Подняли Вверх Вы Первый Раз В Магазине Вы Думаете Действия Ваши Поднять Голову Найти Табличку Если На Табличке Написано Хлеб Значит Э Иф Эл Значит Искать Другую Табличку Или Не Так Думаете Да Черт А с Два Именно Так Только Вы Не Используете Эти Конструкции Я Говорил Ранее Если Вы Следите За Моим Видеом Что Проведите День В магазине Поразмышляйте Как Всевдокодом Если Иду За Хлебом Если Рыба То Делаю То То И Так Конкретно Да То Вы Поймете Так Вы Мыслите Как Программист Уже А Кем Вы Стараете Быть Вам Надо Всего Лишь Изучить Конструкции Языка Чтобы Вашу Программу Вместить При помощи Конструкции Языка Компьютера И Передать Другим Людям В виде Программного Продукта Сайта И так Дальше Далее Так Вот Смысл Изучения Языка Всего Лишь Ведь Всего Запомнить Невозможно Но Точно Возможно Сделать Несколько Вещей Первое Программист Хороший Программист Плохого Отличается Тем Что Хороший Знает Где Найти Информацию То Есть А я Ж Вам Давал Метод Я Говорил Делайте Проискивайте Прописывайте Тогда Будет Ваш Опыт Вы Его Накопите Если Вы Этот Раздел Опыта Исключите Ребят Он Сам Не Появится Извините Что Ругался Я По умолчанию Не ругаюсь Видно Славянам Надо иногда Объяснять При помощи Мата По другому Не понимают Следующий Момент И доки Доки Это работа Сапи Вот то Что мы Смотрели Дмитрий Нак Так вот Давайте Эту Закончу А потом Еще Одна Мысль Скажу Есть К докам Мы идем В школе От Приложение К докам Так проще То есть Грубо говоря Да Действительно Мы делали Так специально Что писали Функцию Пишем Функцию Да А потом Ищем Документации Так вот Сначала Вы делаете Именно так Но Везде Я в домашних Заданиях Даю Найдите Вот Пропишите Методы Чтоб он Познакомился И Дима Вот присылал Методы Вы же видели Да Где-то Просто все Надо объяснять Видите Вот Он присылал Метод То есть А я то знаю Моя задача Какая Чтобы он Познакомился С другими методами Пока он идет От От Самой Формы К документации Но если он будет Так идти Знакомиться С методами То потом Начнет работать И обратная Связь Да То есть Он уже будет Просто Как делаю я Ага Надо вспомнить Кересет Раз-два Щелкнул Посмотрел Быстро Тогда пойдет Уже обратная Связь Правильная Почему Когда она После чего Она пойдет Давайте уточним После того То что мы делаем В школе То есть Конкретная работа С API API Вот пожалуйста Вот это и есть Работа с API То есть Вот Пожалуйста Вот мы проработали С API И поняли Как работает Метод Там Пикли Да И тут все Построено На API Но если Допустим Новичок Будет читать Вот эту строку То я для себя Представляю Как я выстрою Функцию Где она будет То есть Для меня Здесь все понятно Для меня Это модель Для меня Это метод Бенджер Извлечения Модели Для меня Это метод Что излечь То есть По сути дела Я уже четко понимаю Что я напишу Модель Потом напишу Здесь Перед этим Просто я поставлю Там Некую переменную Присвою И дальше То что я хочу Сделать с моделью То есть У меня уже Достроилось Вот так должно быть У вас Вы меня услышали Я надеюсь Вы эти видео Все таки Получились Неплохое Если вы Услышите Все эти советы То все У вас получится Будете Программировать Очень круто Так вот Это мы говорили Второе Про доки Миша писал Что вот эти Вот вещи Понял Ну все Пока закончим Видео Для новичков Кто начал Начинает С школы С pb-tut.ru Оплачиваем Пожизненный доступ Отдельно Оплачивается Обычно Ребята Покупают Два доступа Получают Для школы Python И для школы Kotlin И начинаем Заниматься Спокойно В своем Режиме